Долгожданный ремонт Восточной Кольцевой Дороги может начаться уже через месяц. На развитие главной транспортной артерии города выделят 20 миллионов евро-долларов. Особое внимание уделят её эффективности и барьерам против кочевников. Пока это все местные новости к этому часу. После паузы вас ждёт краткий обзор мировых событий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прости, я сошла семья Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я к бестии. Она меня ждёт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в 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 Добро п Знаешь, Бестия была та еще бесчувственная тварь, но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошла ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цзянь-Ти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Его готовят к переброске. Откуда ты знаешь? Имела дело с китайскими корпорациями. Это у них называется «Фокус с голубем». Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави — поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то ВИП. Угадай, откуда перевозка. Из Центи. Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому мучиху скидывают. Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Особенно на глупые вопросы. А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки. Видишь? Все это воздушное пространство Найт-Сити. Угу. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Антао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. И о нем слышала кое-что. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые. Из защиты у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Или, по крайней мере, умеют импровизировать. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обеих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей. И от того, как дерьмова им живется. В целом, ты права. Аль-де-Кальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товар и машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь, но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала Панам? Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки? Моя работа – замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Хм, то есть я для нее единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Ви. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно? Спасибо. Удачи. Продолжение следует... Привет, Ви. Подожди еще немного, пожалуйста. Ты Клэр, да? Ты хочешь обсудить предложение? Сука, ну как так? А, ну да. Расскажи, что там хак. О, давай только не здесь. Тут дурдом. Я пойду в гараж после сны. Заглянешь ко мне? Ладно, там поговорим. Пожалуйста. В смысле ты не приедешь? Ты приедешь, блядь? Ты будешь тут через пять минут, или я... Блядь! Эй, красавчик, мимо плещешь. Тебе, тебе говорю. Все стойку мне залил. Нажрался, так уже иди домой. Слышь, Чумба, могу устроить тебе райский трип. Хочешь? Ха-ха-ха-ха. Что закажешь? Моего друга стоило бы упомянуть в вашем меню. Ты про того большого с пучком на голове? Жаль, что с ним так вышло. Помнишь, что он просил ему смешать? Водку со льдом, сок лайма, имбирное пиво. Да, и капельку любви. Ха-ха, ну да. И называется коктейль... Джеки Уэллс. Правильно. Первый Джеки Уэллс за мой счет. Я бы чего-нибудь выпила. Тяжелый день? Да как всегда. Что будешь пить? Спасибо, Клэр. На здоровье. Если что надо, зови. Терпи. Терпи. Дыши. Ну ты подумай. Алло. Привет, Панам. Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? Посвящается всем, кто ушел навсегда в двадцать семь. Тем, кто смотрит на нас и смотрит. Эм, в посмертии дали. Ага. И что тебе нужно? Мне-то? Тут скорее вопрос, что тебе нужно. В смысле? Ты же хочешь найти свою тачку? И товар? Если да, давай поговорим. Да, везде что-то рассказывать себе дороже. Товарный склад на понитострель, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Кто принял этот бой, чья жизнь была игрой. Бесправил всех, кто в небо всем проскоп, всюду свою на кон поставил. Тем, кто принял этот бой, чья жизнь была игрой, бесправил. Тем, кто в небо взяв разгон, судьбу свою на кон поставил. Этот трек посвящается им, кто покинул наш мир молодым. И уже никогда не вернется. Этот текст посвящается всем, кто ушел навсегда в 27. Тем, кто в наших сердцах остается. Всем, кто принял этот бой, чья жизнь была игрой, бесправил. Всем, кто будь свой выбрал сам, штурмуя небеса, направил вверх. Слово героя, попавцы, сгены. Слово и злоя, попавцы, сгены. Слово всем, кто идет до конца. Детки мы родим, кто штурмуя в небеса. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значит так... Или говори, что знаешь, или иди нахер. И бестию тоже с собой прихвати, ясно? Охуеть вообще, с тобой всегда так сложно? Только когда меня пытаются накормить говном с лопатой! Говори, где машина! И что дальше? Ну, скажу я тебе, а ты типа пойдешь и совсем разберешься? Тебя это волновать не должно, ясно? Эй, тише! Успокойся! Ты мне не указывай! Хорошо! Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но... В одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что, давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не мое. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно Ави. И оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать! Поможешь мне. Скажу, где тачка и помогу вернуть товар. Ну, что скажешь? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в Рокеридже. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Нэш, твой чумба? Это он тебя подставил? Ты его так не называй. Хорошо. Напарник. Бывший напарник. Херовая история. Этот сучок меня кинул. Зажал мою машину и товар. Теперь собирается загнать все сам в Рокеридже. Но его ждет горькое, блядь, разочарование. Ну, поехали в Рокеридж. Погодь. Мне сначала надо подумать. Черт. Да. Нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной убийсти? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокеридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты че? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Ты дала ему слово, и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука, репутация. Заведи себе, рекомендую. Ну что? Куда теперь? В лагерь Аль-де-Кальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты не то, чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Я знаю про твоих друзей. Бестия сказала, что вы не особо ладите. Ну, раз бестия сказала, значит так и есть. А что, нет? Хочешь меня выбесить? Ладно, молчу. Это временно. Мы по-прежнему семья. То есть все сложно. Да, можно и так сказать. Ладно, поехали. Садись. Ну, садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Что-то не нравится? Мне все в порядке. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Далеко этот лагерь? Прямо за городом. По девятому шоссе и на восток. Как тебя вообще угораздило. Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сама-то, на кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна. А у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Бестия, королева по смерти. Мы для нее просто пешки. Ты меня назвала пешкой? Она не простая тетка. Она пробилась наверх, потому что разбирается в людях. А если она что-то и не договаривает, так это часть ее профессии. А по мне она просто двуличная сука. Ты в курсе, что она поставила меня работать со стилетом? Нэш стилет? Ага, он из духов. Это самая крупная банда стилетов в округе. Знаешь же про них? Это кочевники, которых выгнали из кланов? Обычно, да. Кочевники не выгоняют своих ни за что. Выгоняют убийц, насильников, извращенцев. Они собираются в группы, иногда в банды. За голову большинства из них назначена награда. Круто. Эта сука поставила меня с таким дерьмом работать. Нэш стилет? Ага, он из духов. Это самая крупная банда стилетов в округе. Знаешь же про них? Это кочевники, которых выгнали из кланов? Обычно, да. Кочевники не выгоняют своих ни за что. Выгоняют убийц, насильников, извращенцев. Они собираются в группы, иногда в банды. За голову большинства из них назначена награда. Круто. Эта сука поставила меня с таким дерьмом работать. Может, у нее были причины. Да ладно. Да эта сука рта не раскроет, пока не просчитает, что ей вы... Почти приехали. Подберем моих друзей и поедем в Роккеридж. Роккеридж Ух ты! Кого пыльная буря принесла! Это Мираж или у меня Белочка начинается? Да идите нахер! Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Ну, если б ты не потеряла машину и товар, то и без няньки бы обошлась. Заткнись! Реально, что ли? Неужто твой тортик отправился на помойку? Размазал его ужасной Найт-Сити? Нет, его сперли. Ого. Кто посмел? Не важно. Я скоро его верну. Поэтому и пришла. А нам? Время не ждет. Я знаю. Стилеты меня наебали. Теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? Старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола. Это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас гребу снарягу и больше вас доставать не буду. Ви, у нас куча дел. У тебя осталась только я. Угу. Ты расстроена? Да нет. Скорее разочарована. Привет, Панам. Ты к нам надолго? Не, на пять минут. Поболтаем в следующий раз. Привет, Панам. Покажи, что ты продаешь. Смотри, сколько души угодно. Ты привела новенькую? Что порекомендуешь из имплантов? Ну, ты же знаешь, киберимпланты — это как туфли. Смотря кто покупает. Нетранер возьмет одно, Соло — другое. Но если думаешь задержаться в пустошах, есть смысл вложиться в маскировку. Голокожа, активный камуфляж. Вот это все. По сравнению с городом, здешние места выглядят пустынно, но это не значит, что тут безопаснее. Мой тебе совет. Не шуми и не привлекай внимания. А то оглянуться не успеешь, как попадешь в передрягу. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится. Ты привела новенькую? Соло уже знает. Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Вы с Солом помирились? Ты возвращаешься? Ноги в руки и вперед. В другой раз, Элли. Честное слово. Давай уже поработаем. Ну, мне пора. Да, да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Дела сами себя не сделают. Кидай в багажник. Можем ехать, залезай. Похоже, ты не признаешь авторитетов. Чего? Сначала Бестия, теперь Сол. Он же ваш главарь? Их главарь. Ты вроде как хотела свинтить поскорее. Сол, короче, вряд ли мне бы обрадовался. Что случилось? Мы переехали в Калифорнию только потому, что он обещал нашему клану перемены. Говорил, что мы начнем с чистого листа. Да, сама видела, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Эти парни были в армии? Скорпион и меч? Да. Панцербой. Были контрактниками на последней войне. Панцербой? Они летали на этих огромных транспортерах? Скорпион летал. Мич был в охране. Им обеспечили самые крутые боевые импланты и кошмары до конца жизни. Скорпион и меч хорошие чуваки. О таких друзьях можно только мечтать. Вообще, на их месте я бы тоже осталась в лагере. Насолы и генераторы можно забить, но клан превыше всего. Только я теперь сама по себе. Они все еще считают тебя своей. Вон как заботятся. А у тебя как? Есть близкие? С этим не посчастливилась. Ясно. Мне говорили, что Рокки Ридж – это пыльная дыра посреди ебаного ничего. Жители или переехали в Найт Сити, или просто куда-то свалили. Вот ты уже почти все знаешь. Местные ждали, что туда протянут автостраду. Ну, тогда там хоть как-то можно было бы жить. Но не срослось. И много таких заброшенных городов? Сотни? В стране-то? Тысячи. Ехала я как-то по и-80. Остановилась после заката, когда машин уже не было. И тут услышала. Что? Как воет ветер в заколоченных окнах. Как по песку шуршит перекати поля, так и умирают города. Потихоньку. Не с громом, а со всхлипом. Все. Мы приехали. что делаем готовимся к встрече со стилетами времени в обрез будем импровизировать сперва все осмотрим может найдется что-то полезное Рокки Ридж мертвее мертвого все поломано ничего не работает ну что нашла что-нибудь ничего а тебя там не осенило стилеты же подъедут после заката значит устроим им сюрприз надо только подключить питание тут ничего не работает все отключено это ненадолго давай проверим подстанцию ну давай я нашла выключатели но питания тут нет не важно спускайся я знаю как удивительно этих мразей. Смотри, перекресток подключен к этой подстанции, правильно? На крыше распределитель. Если включим свет, тут станет светло, как днем. Понимаешь, к чему я? Думаешь, свет на перекрестке даст нам какое-то преимущество? Серьезно? Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пусть помучаются. Поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли, подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Пусть пыльный городишко. 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 Продолжение следует... С панелью вроде все норм. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабель из багажника. Попробуем завести от аккумулятора. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Готово. Теперь минус. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток, видно как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. Пойдем на позицию. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Как думаешь, откуда приедут стилеты? Думаю, с северо-востока. С недостроенной магистрали. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. Едут. На моем тортике. Видишь его? Да как его не заметишь? Лучше не светиться. Попробуем сделать все по-тихому. Если что, я начну их отстреливать. Идет? Идет. Ну и где этот ебучий босс? Эй! Ждите их здесь. Готовься. Шоу начинается. Блин, Фи, нажимай выключатель. Зацепи чип от тачки. Он уводил бы. Ты в глаза ебешься, что... Меня засекли. Тебя теперь удивится с урокезом. Черт. Норм, примета. Теперь придется всем... Ради не давать! Теряем бойцов! Снайпер вылез! Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгнете для подтверждения. Тебе конец! От нас так просто не отделаешься! Ну все, хватит! Все, тир можно закрывать. Сматываемся. Подожди в машине. Пересядь. Я поведу. Ладно, ладно. Отдаю руль профи. Наконец-то. Ну, скажи, крутой малыш. Просто мечта. Понятно, почему ты хотела его вернуть. Он меня дополняет. Видишь, справились и без мечей, и без Скорпиона. Не радуйся, еще не конец. Нет. Товар у тебя, машина у тебя. Но я не получила Нэша. Его не было в Роккеридже. Этот мудак не приехал. По нам... По нам... Слушай, у меня есть план. Нет. Мы собирались найти машину и товар. Мы их нашли. Шестая улица ждет сигнала, а я... Твою мать! Послушай меня! Я знаю, где у них нора. Чуть дальше по старой недостроенной автостраде. Они нас не ждут. Я прямо уверена. Значит так. Сначала закончим сделку с Шестой улицей. Потом поговорим про Нэша. Когда потом? Когда он узнает, что мы устроили в Роккеридже? Сегодня у нас есть шанс застать его врасплох. Ебанулась? Ты хочешь напасть на их базу сейчас? С товаром, который мы только что отбили? Товару ничего не будет. Ви, я должна это сделать. Понимаешь? Нет. Мы так не договаривались. Ты шутишь? Скажи, что шутишь. Я не буду рисковать всем ради того, чтобы ты кому-то отомстила. Ты не понимаешь? Это не просто... Нет, по нам. Нэш тебя кинул, это я понимаю. Не пытайся теперь кинуть меня. Скидываем товар Шестой улице, потом перехватываем Хельмана. Такой был уговор. Такой был уговор. Где встречаемся с Шестой? Привет, босс. Товар у меня. Эй, обижаешь. Давай встретимся. У мотеля Сансет. Я знаю, что ты не шутишь. Конечно, я приеду. А, не разговариваешь со мной. Я поняла. Будешь строить из себя обиженку? Заткнись. А то что, не будешь со мной разговаривать? Я могла ему отомстить. Блядь, он был там. Мы могли это сделать. Еще будет время. Сейчас у нас есть дела поважнее. Возьми себя в руки или говори, что выходишь из игры. Давай. Я обещала, что помогу. Значит, помогу. Просто дай мне минуту. Не дергай меня. Окей? Они здесь. Говорить буду я. Что-то не так? Нет. В смысле, надеюсь, что нет. Привет, босс. По нам. Как там Нэш? Не могу до него дозвониться. На твоем месте я бы ему больше не звонила. Нет смысла. А ты, девочка, не промах. Уважаю. А это кто с тобой? Бонус? Смотрю, чтобы никто не рыпался. О, это-то бычет побольше, чем Нэш, а? Ну, как видите. Она прикольная. Держите. Товар первоклассный. Ага. Ну, порядок? Проверь счет по нам. Через пару минут он тебя приятно удивит. Спасибо, конечно. Но разве не бестия должна мне платить? Ты норм. Заслужила себе на чай. Поехали. Поехали. Бестия. Панам. Как ты там сказала? Научись сама решать свои проблемы. Я вернула тачку и товар. Шестая улица довольна. Минус две проблемы, сука. Похоже, ты получишь таки свой процент. Мне заплатили вперед, дорогая. Но спасибо за заботу. Что ж до скорого, Панам? Сука. Бестия, конечно, жжет напалмом. Расчетливая, циничная сука. А что, раньше она была ласковая и понимающая? Духи раздула. Просто она забыла, как сама была на нашем месте. Надо бы ей про это напомнить. Мне надо выпить. Пошли. Давай уже поработаем. Привет, Ноа. Привет. Что, новые дела или новые знакомые? А ты попробуй угадай. У тебя все в порядке? Эти суки больше не приходили? Стилеты? Нет. Пока все тихо. Они вернутся, конечно, но мы тут и не такое видали. Что принести? Два брозов, пока все. А что ты привезла для шестых? Что за груст-то? А ты не видела? Балоперидол. Лекарство для киберпсихов. Они их продают? Ну да. По своим каналам. Подпольным клиникам и рипперам. Еще одно можно? Спасибо. На здоровье. Дай знать, если что будет нужно. Ты свою работу сделала. Теперь моя очередь. Надо подумать, что делать с этим твоей Мави. Слушай, насчет Нэша. Не будем об этом. Он же рано или поздно узнает, что было в Рокке Риджи. Ты теперь обо мне беспокоишься? Или боишься, что Стилеты приедут, когда мы будем сбивать Ави? Я переживаю за тебя. Это ты зря. Я более-менее догадываюсь, что ты будешь делать. Ты все равно поедешь к Нэшу. Это уже не твоя проблема, Ви. Я справлюсь. Всегда справлялась. Серьезно. Так, какой у нас план насчет Хельмана? Понять бы, как я буду одной рукой сбивать этой Ави, а другой укладывать охрану. В любом случае, чтобы все удалось, нам лучше поменьше светиться. Встретимся тут около полуночи. Идет? Ага, до скорого. Ну, а мне нужна комната. На одну ночь. Ага, до скорого. Ага, до скорого. Ненавижу эту страну. Ты давно знаешь по нам? Да, давно. Помню ее первые выезды на трассу. Она часто заходила пропустить стаканчик Брозефа. Я никогда не спрашивал, что она везет. Может, потому мы и ладили. Пару раз она вытащила меня из дерьма. Пару раз я ее. Другой такой надежной девчонки не найдешь. Никогда в беде не бросит. У тебя, наверное, в основном заезжие посетители. А, сейчас полно кочевников. Возвращаются с дороги, заходят пропустить стаканчик другой. Десятый. Не хотят ехать в Найт-Сити трезвыми? Очень даже может быть. Лапшички бы неплохо. Алло. Привет, Ви. Майка звонила. Перед закатом встречаемся у Мега-башни. Ты придешь? Конечно. Тогда до вечера. Мега-башни. Мега-башни.